Ребята, привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы первый день в городе Джайпур. И сегодня мы отправляемся посмотреть этот чудесный город. У нас не только хороший номер, но и еще отличный вид с крыши. Сейчас под ним все покажу. Вот такой вход. Ну здесь видимо у них небольшой ремонт, стройка, зелень и скамеечка. Можно посидеть, отдохнуть за столиком. Здесь можно также позавтракать при желании. Мы завтракали у себя внизу. Завтраки у нас включены. И вот если так немножко пройтись, открывается вид на наших рогах порт. Надеюсь я его правильно выговорила. Вот и наш отель имеет одноименное название. Вот он какой большой, крупный, красивый. Такая степь. Ярко светит солнышко сегодня. И открывается вид на город Джайпур. Мы живем в двух километрах от центра. Мы еле-еле сели в тук-тук, потому что я пыталась выжить через приложение, но приложение оно работает с перебоями. То есть начинают звонить таксисты, что-то говорить, убеждать. В итоге нам помог ателье. Он нам сам поймал тук-тук, и мы за 150 рупий доехали до храма обезьян. Еще по-другому его официальное название Гальта Джи. Взяли арахис, чтобы покормить обезьянок. За 20 рупий пакетик. Сейчас мы поднимаемся в гору, идем к храму солнца. Храм так называют, потому что он захвачен обезьянами. И здесь очень почитают бога Ханумана, который изображен в виде обезьяны. На протяжении всей дороги, естественно, нас окружают обезьяны. И местные люди. Каждая обезьянка занята своим делом. Кто-то вот в лох вычесывает у своего дружка, кто-то просто гуляет, жует, чешется, а кто-то вот любуется видами Джайпура. А Гирю поднимается на гору Ханумана. Подъем наверх был метров 500-800. Такой открывается вид на город. А также, похоже, мы дошли до главного храма. Ну и, конечно же, немножко подустали. Вошли внутрь в храм солнца. Здесь такая обзорная площадка открывается на весь город Джайпур. Сейчас мы попробуем свернуть на соседнюю тропинку и дойти до другой локации. Очень долго спускались, очень долго плутали, но в итоге мы, наконец-таки, добрались до Манки-Темпо. И сейчас мы увидим, как все там выглядит. Манки-Темпл. Очень маленький рафешек, но тело очень сильный, очень мощный. Это очень известный temple в Индии, в Монке. Особенно туристы, которые приходят к храму и блестят жизнь здесь. Ом, чадан, тишан, тишан, тихин. Мантра. Мы говорим о мантра, блестящая вас и ваша жизнь. Лева. Его д 제대로 с всем хозяев и здоровых и здоровых. Протекса. Протекса. Протекса хорошим здоровьем. Б format. Более важное. 的е categ socialism. Протекса хорошим здоровьем, добрышки, здоровьем здоровьем, программировье. Б podstaw Kaще. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Два за 70. Вкусные кокосы в Индии. Вкусные, но очень-очень маленькие. Буквально 5 глотков и все. 0,2, наверное, если не меньше. Проглялась 5 минут от городского дворца до Хаба-Махал. Это дворец ветров, но на самом деле это просто стена, а за ней пустота. Сейчас мы перейдем дорогу, и там есть отличное кафе, где можно сделать красивейшие фотографии. Мы поднялись в кафе Wine View Cafe. Отсюда можно сделать красивые фотографии, полюбоваться закатом. Этот дворец, что находится сзади меня, был построен для Гарема Махараджи. Так они могли наблюдать за жизнью города, не боясь быть увиденными. Сюда лучше, конечно, приходить вечером, чтобы смотреть, как краски сонда падают на это розовое здание. Как вы видите, дворец в углу в розовом цвете, как и весь город Джайпур. Не зря его называют розовым городом. Вот так все проходит. Кирилл фотографирует девушек. Тоже хотят фотографироваться вот с таким красивым дворцом на закате. Сюда мы зашли только попить кофе и сделать фотографии, потому что меню не обширное, ассортимент маленький, цены дорогие. Поэтому допиваем кофе и идем в одно популярное место, где вкусно кофе. Направляемся вот в этот вот half-view rooftop. Совсем рядышком осталось идти буквально две минуты. Мы идем в приличный ресторан. Ну, если его приличность отличается от того, что мы будем подниматься туда на лифте, то, наверное, да. Ну, и потому что он находится в отеле Широтов. Смотрите, какой здесь красивый лифт. Все условно. Так волнительно покушать в приличном месте. Ну, что ж, поднимаемся все выше и выше, как обычно, на крышу. Здесь очень красиво. Такой замечательный вид на город. Смотрите, туда же есть кнопочка для вызова официантов. А вон там есть раковина для того, чтобы вымыть руки. Кирилл, как встал ротина мой, твои ручки. Мы впервые в индийском ресторане такой сервис. И что удивительно, ребят, цены не такие уж и высокие. То есть в том же самом Эвересте, в Дели, цены были даже дороже, чем здесь. Но за такой сервис даже и не жалко. Я думала, что будет в разы дороже, когда увидел, что здесь есть умывальник, что приносит антисептик для того, чтобы, как это правильно называется, очистить руки. Да, ну то есть как бы и официанты ненадоедливые, ненавязчивые. Здесь очень здорово, и это место мы рекомендуем. Мы, конечно, еще не пробовали кухню, но я уже заранее рекомендую. Кириллу уже принесли супчик. Только это не совсем крем-суп, конечно, оказался. Получился какой-то бульон. Бульон со сливками и порезанные грибочки. В принципе, съедобно. Посмотрим, что будет дальше. Также нам принесли чай. Мы заказали с лимоном, с имбирем. Заказала себе ягненка, точнее, кебаб из ягненка. И вот что принесли. Порция слишком маленькая. Больше похоже на закуску, а не на основное блюдо. Такие пару колбасок разрезанных. Очень вкусно. Особенно вот этот соус. Я не знаю, с чего он. У него такой свежий, приятный вкус. Вкусненько. Вот так выглядят ротти с маслом. Горяченькие. Очень вкусные. Видно, что только что приготовлены. Особенно хорошо пойдет с чайком. Чай тоже очень вкусный. Подали еще в таком чайчике, он как термос. То есть постоянно держится горячий чай. На этом наш первый день в Джайпуре подошел к концу. Если вам нравятся наши индийские приключения, то не забывайте ставить лайк. На сегодня все, ребята. Прощаемся с вами. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!